Спартак возвращает в себе уверенность. Шамар Николсон делает дубль. Всем привет! Во-первых, всех красно-белых с разгромной победой над Ростовом. Оставляйте комментарии, насколько вы довольны такой победой и смотрите это видео полностью, так как я задам вам очень важный вопрос по теме. Не забывайте подписаться на канал, все красно-белые уже тут. Прямо под этим видео нажмите на кнопку подписаться. Ну и конечно же про мощный красно-белый лайк не забываем в поддержку и на удачу Спартаку. Красно-белые подошли к 11 туру в бодром расположении духа после волевой победы над Динамо в Кубке России. Но и в чемпионате дела в последнее время не очень. Спартак не выигрывал три матча подряд, во всех пропустили и откатились на шестую строчку. А у Ростова вообще беда, в последний раз в рамках РПЛ команда забивала еще 1 сентября. Так что обеим командам результат нужен был как воздух. Кстати, в телегу подписывайтесь, трансляции матчей Спартака, новости, слухи и трансферы, интересная статистика, все это там. Станковичу пришлось обходиться без дисквалифицированного Бабича. И это точно было поводом для нервозности. Чернов давно недоступен, а связка Абены и Литвинова не внушает чувства спокойствия ни тренеру, ни нам с вами, согласитесь. Связку в атаке Сугальди составил Николсон, который появился в старте, но на практике Костариканец чаще оказывался ближе к левому флангу и был малополезен. В остальном предсказуемый состав. Конечно, такая расстановка удивила. После проигранного дерби казалось, что это безупречный повод отправить данный вариант на помойку. Ну или по крайней мере в какой-то глубокий запас. Но Дэн Станкович решил настоять на своем. Не побоялся и у него получилось. Как по мне, это очень уверенный ход. Но все не сразу. Начало матча осталось за гостями. А в итоге Станкович оказался прав. И сработали именно те неожиданные ставки, которые он сделал. Пусть даже цифры 3-0 не отражают того, что происходило на поле. Футбол, по сути, был более равным. Но счет на табло. Говорит обратное. Но такое тоже бывает. Николсон, которого меньше всего ожидали увидеть на поле с первых минут, сделал уже дубль к перерыву. Второй гол Спартака вообще случился с прекрасной длинной передачей Руслана Литвинова. Но дальше ее героями стали Кристофер Мартин и Шамар. Люксинбуржец совершил проход по правому краю и сделал навес фактически уже на пустые ворота Ямайцу. Пас, кстати, можно было отдавать и раньше. Но Мартин решил дотащить мяч до лицевой линии. Причем устоял даже после жесткого силового единоборства с Умаром Сакой. И, кстати, в 90% подобных случаев футболисты именно падают. Но Крис повел себя по-мужски и был вознагражден. А Николсон в свой первый гол в чемпионате после возвращения из аренды забил коленом. Ну а третий мяч Спартака, по сути похоронивший интригу в этом матче, случился из-за высоченной линии обороны у Ростова, помноженной на разрыв между линиями. Это позволило Барка спокойно получить мяч, осмотреться и без сопротивления отдать легчайший для аргентинца голевой пас Шамару. Ну а Николсон же без проблем по-снайперски отправил мяч в сетку в ворот. Карпин называет такую игру смелым футболом. Я бы применил здесь другой эпитет, безрассудный. И если вы играете так высоко, плотность должна быть просто максимальной. Здесь же игроки были размазаны по полю, как масло по бутерброду. Ну и, мужики, такой вопрос. На ваш взгляд, какая схема лучше? Где у Гальды один на острие атаки? Помните, как он хорошо смотрелся в паре с Барка буквально еще несколько матчей назад? Как он раскрылся тогда с приходом Станковича и Барка и забивал, кстати, регулярно? Или же все-таки схема, которую Станкович использует в последних матчах с Шамаром и у Гальды? Но Манкред играет ближе к флангу и совсем не заметен на поле. Зато хорош Николсон. Вот обязательно напишите, что думаете по такой расстановке и кто больше вам импонирует в нападении Шамар или у Гальды? Ну а я продолжаю дальше. Ростов снова стал жертвой своих коротких розыгрышей, мяча от ворот. И, конечно, давайте поговорим о первом голе, который многое в этом матче и предопределил. Конечно, это привоз. Каркин сам так и сказал. Умяров вроде бы опорник, но выдвинулся очень высоко на Глебова, кстати, своего несостоявшегося конкурента по позиции в Спартаке. Думаю, что все помнят слова Томаша Амарала, что Глебов был интересен клубу, но платить за него 10 миллионов евро было нецелесообразно. И получился один из самых необычных голов, какие доводились видеть. Гол у Мярова – это результат всем известных требований Карпина, своим футболистам, далеко, кстати, не космического уровня, который прочитал и которым оказался готов Спартак. Да, Ростов он в прошлом сезоне только с Писиковым получал на этом голы. По мне, у Спартака сыграло и появление в основе также Маркинеса вместо Бангонды. Пусть бразилец и не набрал баллов за результативность, но Атеос, его 0-1 в 10 турах в этом сезоне, можно сказать, что просто бегает ради бега. Маркинес же, как сказать, более умный, что ли. Несколько его стенок были просто замечательными и напомнили о старых добрых спартаковских временах. Более того, он и в обороне весь матч просто пахал на совесть, дорабатывал на своем краю до конца и сильно помогал этим Денисову. За Бангонды такая работа замечена бывает далеко не всегда. Ну а еще мне очень понравился эпизод во втором тайме, когда Маркинес финтом отправил в буфет Осипенко и мог спокойно забивать сам. Причем первый гол за Спартак, но вместо этого он щедро отдал на еще лучшую позицию Николсона для хит-трика, ямайского форварда. Да, конечно, Вахания в последнюю секунду накрыл удар Шамара, хитрик не случился, но Маркинесу в любом случае 5 баллов за благородство. А Максименко, сделавший несколько непростых сейвов, Сухарь очень пригодится для уверенности. Предыдущий был 31 августа. И парадоксально, что у Спартака без пропущенных обошлось в матче, где пару центральных защитников составили Абена и Литвинов, а Бабич, соответственно, был дисквалифицирован. Его не было. И с учетом ошибок Серба в этом сезоне, в том числе грубый в недавнем кубковом матче с Динамо, хороший повод ему задуматься. Итак, Спартак прервал трехматчевую безвыгружную серию перед перерывом на матче сборных. Обязательно влепите лайк за это. И для Станковича эта победа именно сейчас очень кстати. Надеюсь, что главный тренер проведет спокойную такую двухнедельную работу в клубе, чтобы подкрутить, скажем так, разболтавшиеся гайки и настроить игру команды на предстоящие матчи. Ведь нам нужны только победы, а после перерыва матч с Краснодаром. Итак, чемпионат уходит на паузу. Ребята, напишите, какие темы вам будут интересны, про что сделать видео, все свои мысли, идеи, да и вообще любое мнение выражайте в комментариях. Не забудьте, что вы должны быть подписаны на этот канал, если всей душой болеете, переживаете и топите за Спартак до конца, так как здесь все свои, все про Спартак. Много интересных видео на канале, я вам сейчас оставлю некоторые из них. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайк мне в поддержку и, конечно же, за Спартак. Всем спасибо за внимание, пока. Субтитры сделал DimaTorzok